Более 150 кубанцев за сутки пополнили число заболевших коронавирусом. Возросшая опасность этой инфекции требует принятия адекватных мер. Необходимость соблюдения масочного режима в сложившейся ситуации выходит на первое место. Подробности в следующем репортаже выпуска. Наша съемочная группа приняла участие в рейде на общественном транспорте, где участвовали представители Роспотребнадзора, полиции и заинтересованных служб города и района. Проверялось наличие масок у пассажиров и водителей маршруток и автобусов. Подавляющее большинство славянцев ответственно относятся к необходимости надевать маску, ведь это в их личных интересах. Во-первых, в общественных местах носить маску. Домой приходя мыть руки, обрабатывать их. То есть это даже не ради меня, а ради моих близких. У меня внуки маленькие. Ради них я стараюсь придерживаться этому, чтобы не заболеть самой. И не заразить своих родных и близких. Напомним, что за несоблюдение масочного режима для граждан предусмотрен штраф от 1000 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч. Члены рейдовой группы задавали вопросы как пассажирам, так и водителям. В микроавтобусе, где ограниченное пространство и социальная дистанция, как правило, не соблюдается, главным средством профилактики является именно маска. И граждане понимают важность ее ношения. Конечно, нельзя недооценивать и роль водителя, который должен предоставить в случае необходимости одноразовую маску пассажиру. И стараются уже все ходить в масках. И мы как бы просто предупреждаем их, и они сразу одевают маски, заходя в это. Машина обрабатывается ежедневно. Мы работаем с людьми и всегда стараемся вежливо, но объяснить людям, что надо соблюдать все меры безопасности и как бы предохранять старшее поколение от всех болезней. Практически все пассажиры были в масках. Однако нашлись и те, кто выражал недовольство из-за масочного режима и проводимого рейда. Но они пребывали в явном меньшинстве. Рейд встретил понимание славянцев. Очень тяжело соблюдать эту дистанцию. Конечно, полтора метра, особенно если маленькие маршрутки как-то всем по одному через одного сидеть, конечно, невозможно. Поэтому нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Это в частности маски. Маски нас защищают от внешних воздействий. И все-таки маски – это очень важно. Людям надо соблюдать. Сегодня мы наблюдали, как большинство граждан соблюдают и масочный режим. В принципе, ходят все, стараются носить все, даже на улице. Водители у нас тоже соблюдают. Но водителям очень тяжело всех обеспечить все-таки масками. Было выписано два протокола на граждан и составлен протокол в отношении водителя маршрутки. Суть заключалась в том, что у водителя были пассажиры без масок. Был пассажир без масок. Его надо было либо не пускать, либо обеспечить его маской и пустить его тогда в автобус. Мы составили протокол по статье 6.3, часть 2. Она подразумевает, конечно, под собой именно нарушение санитарных правил. Подобные рейды будут проводиться постоянно. Контрольные группы продолжат работать в разных районах города. Все эти меры совсем не прихоть, а жизненная необходимость. Главная цель – не наказать, а именно предупредить и обезопасить жителей от инфекции. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин